Если в классе сидят 30 человек, какова вероятность, что именно этот любит геометрию? Такую задачу преподнес школьникам профессор. Илья Боярников знает, как найти ответ. Юноша увлекается математикой и информатикой. Хочет стать айтишником, заниматься информационными технологиями. Сейчас многие люди математику не любят. А вот ты, наверное, такой очень уникальный человек, которому очень нравится это. Мне кажется, это из-за того, как подают математику сейчас. То есть в том же самом предпринимательстве очень важна логика. В большей части сфер жизни очень важна логика. А логика – это, по сути, информатика и математика. То есть то, как подается технический предмет, очень сильно влияет на то, как сильно он нравится ребенку. Подача важна, с этим не поспоришь. Однако иногда продвинутым ученикам становится мало школьного уровня. Десятиклассник Михаил Давыдов рад, что в его гимназии педагоги умеют увлечь ребенка. Благодаря правильному подходу школьники побеждают в региональных и всероссийских олимпиадах. Если учителя хорошие, они дают достаточно нужной информации и в итоге здесь нет придирок. Однако иногда все-таки хочется разбавления сухой школьной программы и добавления олимпиадной математики. Это очень важная часть в развитии человеческой личности, человеческого мышления. И олимпиадная математика, она людям в дальнейшем помогает, даже в науках, которые не связаны с математикой. Математика окружает нас везде, утверждает профессор Райгородский. Взять, к примеру, обычный смартфон. Многие переписываются с помощью него и звонят, но даже не представляют, какие сложные алгоритмы образуют устройства. Ученые считают, что школьников обязательно нужно увлекать примерами из жизни. Хотя, конечно, под каждого не подстроишься. Одному очень важно увидеть, что да, это действительно работает. Вот продемонстрировать на каком-то примере, как это работает. Рассказать какую-нибудь увлекательную ситуацию, чтобы он почувствовал, что да, это действительно прикладная вещь. А другому надо рассказать что-нибудь такое не школьное, но прям вот совершенно абстрактное. И тоже зайдет. Потому что в школе, ну, мучают какими-то стандартными примерами. Мне это может быть скучно, а тут вдруг такая на смекалку какая-то задачка, на сообразительность. И вот это может зайти. Ну, у каждого по-своему. Андрей Райгородский – автор нескольких популярных книг о математике. Простыми словами ученый рассказывает о сложном. Эти книжки он привез с собой, чтобы разыграть между школьниками. Такое общение и обучение стало возможным благодаря интеллектуальному центру, успешно работающему в Омске. Его сотрудники развивают дополнительное математическое образование. Имеем достаточно хорошие успехи на этом поприще, так сказать. Вот наши дети учатся в самых разных престижных местах. Кто-то уже давным-давно работает. Вот многие за границей, многие в Омске достойно представляют, так сказать, наш центр. Ну, если говорить об образовании, то, конечно, самое главное – это школа. Ну, а дополнительное образование – это наведение такого лоска, блеска, так сказать, на то, что делает школа. Лекции известного математика смогли послушать и школьники, и студенты. О том, как устроен интернет, ученый рассказал учащимся университета имени Достоевского. Тиняя Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Что на самом деле можно вот здесь.